11.03. Доброе утро, друзья. Это Рунет. Сегодня главные события всего того, что можно причислить к глобальной сети и окрестностям, с вашего позволения, так сказать, цифровому пространству. Значит, напомню, что мы обсуждаем все то, что интересного случилось на прошлой неделе. Звучим на 99.6 в FM, если вы находитесь в столице. Если и когда ваше местоположение отличное от Москвы, значит это финам.фм. Вы находитесь определенно там, потому что вам больше негде быть, больше нигде это не услышать. Хотя, возможно, есть какие-то ретрансляции, но они также имеют свой корень на сайте радиостанции. Также напомню о возможности слушать передачу в подкасте. Тогда вы не привязаны к конкретному времени выхода в эфир. Обычно мы уходим в понедельник в 11.00, что, собственно, сейчас и происходит. Но есть возможность слушать нас и в записи. Тогда для этого можно подписаться на подкаст Рунет сегодня, либо на сайте финам.фм, уже названном, либо в iTunes. Значит, также напомню о том, что передача сопровождается трансляцией в Твиттере, в моем личном аккаунте, Максим Спиридонов. Там можно давать комментарии по ходу программы. И там же мы задаем вопросы по мере обсуждения новостей, на которые просим вас ответить. Как обычно, в этой студии присутствуют гости, являющиеся экспертами отрасли и не понаслышке знакомыми с тем, что мы будем обсуждать. Несомненно имеющими на это счет какую-то точку зрения свою и, несомненно, глубоко профессиональную. Гости этой передачи следующие. Юрий Веровец, глава группы компании Headhunter. Приветствую, Юрий. Добрый день. И Павел Рогожин, директор по развитию объединенной компании Rambler Афиша. Добрый день. Привет, Павел. Значит, коллеги, напомню вам и расскажу нашим слушателям, что является главными новостями этой программы. Мы говорим об интересной статистике обращений властей к правобладателям в Твиттер. Значит, властей и правобладателям в Твиттер, да, извиняюсь, оговорился. Значит, о закрытии известного музыкального сервиса, российского сервиса, о голосовании по антипиратскому закону в Европарламенте, а также о ликвидации сразу пяти проектов корпорации Google. Ну, еще несколько событий докинуем, которые мы можем вначале также затронуть, невзятых для обсуждения более подробного. Напомню, что на прошлой неделе был принят в первом чтении закон о черном списке сайтов, инициированный депутатами всех четырех фракций и Лигой безопасности интернета. Также Microsoft начала продажи облака Windows Azure в России, некий облачный сервис, кстати, о том я вот не очень знаю. Бог-то его знает, насколько он будет успешен. Также о том, что, можно вспомнить о том, что регистратор доменов RooCenter приостановил делегирование доменов Compromat.ru и Moscow.post.ru. Особенно Compromat.ru интересен тем, что очень идиозный сайт. Стало известно, что Facebook готовит кнопку «Хочу» в комплект кнопки «Лайк». Ну и, наконец, не наша тема, но известнейший инвестор Рунета Юрий Миллер приобрел в Кремниевой долине дом за 100 миллионов долларов. Это, скорее, слух, но такая вот история тоже есть. Коллеги, как вам вообще неделя, Юрий? Как ваши впечатления? Что было наиболее интересным для вас? Ну, неделя летняя, мне кажется, ничего такого. Неделя жаркая. Жаркая, с одной стороны, с другой стороны, в плане событий не то, что что-то экстраординарное происходило. Ну, на мой взгляд, вот интересная новость, я, правда, не уверен, что она была этой неделе, насчет перехода Владимира Долгова в eBay из Google. Это прошлая неделя. Прошлая неделя уже, но, тем не менее, мне кажется, это очень знаковое событие для Рунета, потому что вообще аукционная модель в Рунете, как известно, не живет. И то, что такой уважаемый и профессиональный человек взялся поднимать ее в России, в общем, это говорит о многом. Взял и ушел из руководства компаний. Ну, допустим, в Google он, допустим, уже много лет был, да. То есть, понятно, что, наверное, куда-то ему хотелось уже двинуться. Но то, что именно eBay, то, что именно в России, ну, то есть, вот это, конечно, мне кажется, очень знаковое такое событие. Интересно, что из этого получится, удастся ли ему внедрить в умы наших соотечественников идею, что вот интернет-аукционная, вообще интернет-торговля такая вот через форме eBay, она живет. Да, ну, что до сих пор никому этого не удавалось. Молоток, мы знаем, существует уже много лет, один из старейших проектов Рунета, и до сих пор, в общем, он, ну, не то что сказать... По сути дела, прогибается под моделью бесплатных объявлений, типа Авито и Сланда. Да, да, да. Не срабатывает. При том, что модель бесплатных объявлений живет, очевидно, живет. Развивается активно. А вот аукционная модель не живет. Почему? Вот загадка для меня. Кстати говоря, слышали о том, что приходили уже ко многим менеджерам, топ-менеджерам Рунета с предложением возглавить русский Google. В частности, якобы подтвержденная информация, что Лёше Басову, нашему общему знакомому, предлагали бывшему гендиректору Бегуна возглавить Google, кому-то из топов Яндекса. К вам не приходили, нет? Нет, нет, к нам не приходили. К Павлу Рогожеву не приходили. Павел, твое мнение о неделе? Ну, неделя действительно такая достаточно летняя, жаркая, вялотекущая. Но, несмотря на это, ну, то есть, понятно, все сейчас в отпусках и готовятся к следующему бизнес-сезону, который начнется в конце лета. И тогда нужно, наверное, ожидать каких-то более громких взрывных событий. Вот, но, несмотря на это, вот обсуждение, скорее, кадровых перестановок, вы знаете, оно действительно, как с прошлой, так и на прошлой неделе, оно было таким самым интересным. Как у нас топ-менеджеры, довольно-таки известные уже с состоявшимися проектами, переходят на некие новые области, там, развития, да? Да, то есть, это история и про Долгова, это история, что тот же Тинькофф открыл венчурный фонд. Ну, это совсем было уже пару недель назад. Ну, то есть, это вот сейчас идет как раз вот эта история, что достаточно много руководителей меняют. То есть, лето у нас такая подготовительная, подготавливают плацдарм для рывка осенью, предположительного, да? Да, и вот эти кадры в перестановке, наверное, они у нас еще будут преследовать еще месяц-другой. Ну, хорошо, а из тех новостей, что мы взяли, вот основных, то, что Твиттер раскрыл информацию об обращению к ним, о том, что закрылась йота-музыка, о том, что Европарламент отклонил акта, что вам показалось наиболее интересным? Ну, на мой взгляд, лично, опять же, для меня интересная история с йотой-музыкой, потому что с закрытием этого проекта одновременно Яндекс рапортует о достаточно хороших успехах сервиса Яндекс.Музыка, который работает по немного другой модели, но при этом, по-противу, я, по-моему, впервые вижу, от Яндекса первый платный сервис для пользователей. Ну, да, вскидку, вроде, да, да. Яндекс вообще старался всячески от сервисной модели уходить. Хорошо, давайте тогда к подробным обсуждениям. Сейчас будет рассказ про Твиттер. Рунет сегодня. Сервис микроблогов Твиттер опубликовал отчет, в котором предоставлена статистика обращения к ресурсу со стороны правообладателей и властей различных стран. В документе указывается количество запросов на предоставление информации о пользователях, число требований удалить те или иные данные, а также количество жалоб о нарушении авторских прав. Больше всего обращений поступило из США, Японии, Великобритании и Канады. Я дам более точную информацию. За первую половину года в Твиттер поступило 3378 жалоб о нарушении авторских прав. В итоге сервис удалил 5275 твитов и 599 медиафайлов. Это картинки, аватарки, обои профайлов. Таким образом, выполнив 38% запросов. А требования удалить контент поступали от властей всего 6 раз и исходили от 5 стран. Франция, Греция, Пакистан, Турция, Великобритания. Россия, значит, не обращалась. Вот такие дела. То есть Твиттер держится молодцом, получается, на фоне попыток его цензурировать. Да? Павел, как считаешь? Ну, с точки зрения объема обращений и самой аудитории Твиттера, мне кажется, даже странным, что такое малое количество обращений. Потому что сервис действительно очень популярный во всем мире. Особенно интересно от стран, да? 6 обращений за полгода. Ну да, то есть это действительно очень мало. Ну тут опять же вопрос самого пользовательского соглашения с самим Твиттером и взаимоотношения с правовым обладателем, как они регулируются. Поэтому мне кажется, это удивительно, первое, что действительно какое-то малое количество обращений. При этом, если мне память не изменит, они выполнены порядка 68% запросов. 38% запросов. То есть они еще, ну там, большую часть отсекли. То есть получается, что Твиттер, с точки зрения взаимоотношений с властями и правовым обладателями, ну, достаточно так четко сам, как своими силами, так и на уровне своего пользовательского соглашения глядет все те самые права, за которые так переживают как правовым обладателем, так и власти. То есть он выступает таким аудитором, наводя порядок в каком-то смысле. Юрий, а вот вам как? Мне кажется, что действительно количество обращений невелико, но я объясняю это тем, что просто Твиттер, ну, не находится на острие атаки, что называется, правообладателей. Как сказать, особенно с арабскими странами? Ну, с арабскими странами, ладно, это там скорее политические вещи, а именно с точки зрения обращений правообладателей, все-таки главные объекты их нападок — это поисковики. Все-таки Твиттер — это не поисковый сервис. И более того, он не держит своего контента. Фактически, как бы, что может быть в Твиттере плохого с точки зрения правообладателя? Это ссылка на, скажем, какой-нибудь пиратский файл. И все-таки гораздо опаснее с точки зрения правообладателя ссылка на этот пиратский файл из поисковика, чем из Твиттера, потому что вероятность, что ее найдут в Твиттере, она более низкая, чем ее найдут в Твиттере. Ну, зависит от популярности аккаунта, где эта ссылка оказалась. Да, но тем не менее, все равно, еще раз повторюсь, все-таки это не главное направление удара со стороны правообладателя. Все-таки, вот, скажем, тот же Google публиковал такую статистику. Там количество этих обращений, оно в разы, в разы больше. И Google тоже там стоит, где-то прогибается, где-то стоит, но этих обращений очень много. Как думаете вообще, как будут развиваться события с точки зрения обращений властей и правообладателей к микроблогам и соцсетям, ну и блогам таким образом? Мне сдается, что вот сейчас некий хороший паритет вроде выстраивается, по крайней мере, на Западе, Твиттер и Фейсбук, когда они идут навстречу с одной стороны, с другой стороны очень трезво подходят к этим обращениям и стараются выполнять те обращения, которые подтверждены законными требованиями и, ну, как мы видим, даже не пытаются особых не обращаться власти, а значит, видимо, они хорошо спускают это на тормозах и, значит, выдерживают хороший такой вот нейтралитет. Согласны? Ну, с моей точки зрения, конечно, это действительно такой вот непрекращающийся холивар, что называется, священная война между сторонниками копирайта и противниками копирайта. Да, и здесь, конечно, и соцсети, и поисковики, они оказываются между двух огней постоянно и вынуждены искать баланс, потому что, с одной стороны, им надо не потерять аудиторию, с другой стороны, вроде как и слыть со всем пиратскими тоже им не хочется, поэтому они, конечно, ищут баланс, и действительно, мне кажется, в какой-то степени этот баланс сейчас выстраивается. Другое дело, что, вот, например, YouTube в последнее время очень много удаляет роликов, и причем просто по, с моей точки зрения, не всегда достаточно объективно проверяя их, ну, как бы не законность, а обоснованность этих обращений. Ну, они дуют просто на воду, да? На воду, да, вот мне тоже кажется, YouTube в последнее время стал сильно дуть на воду. Ну, это, мне кажется, естественные процессы утряски, когда вот эти вот, холивор стремится найти какую-то точку баланса между желанием проводителей все закрыть и властей, все закрыть, ничего не выпускать, и желанием сервисов и пользователей сделать все доступным, открытым и удобным. Ну, меня вот другой аспект больше заинтересовал, это именно объем обращения стороны властей. Ну, просто если сопоставить с тем, как, например, российские власти работают с российскими компаниями, которые предоставляют близкие или похожие сервисы, которые позволяют там достаточно коротко и емко выразить свою мысль, ну, например, да, у нас есть отдельные сервисы, там, на Раблер новостях, называется комментарии. Ну, вот, то есть, когда выходит действительно очень горячий материал, то есть там в течение час можно получить порядка 5-7 тысяч комментариев к этому, еще к ним там всякие лайки. И обращения властей ведут. Ну, то есть, у нас в этом плане работает автоматизированная и ручная еще модерация, которая позволяет снимать с точки зрения российского законодательства риски. Вот каким образом работают с Твиттером, который достаточно тоже оппозиционный. Паш, нужно уходить на новости. Короткий вопрос. К вам много обращаются власти, так или иначе? Немного, но обращения есть. Я думаю, что десятки, сотни обращений происходит в соцсети. То, что к Твиттеру всего 6, говорит о том, что просто не надеются власти других стран получить что-либо. Мы сейчас прервемся на новости и продолжим через минуту. Ситуация сложилась таким образом, что мы не можем продолжать то, что умеем и любим. Иными словами, такая эпитафия вообще получается. Кстати, в пятницу редактор программы обратился за комментарием по этой новости компании Скартел, Кьота. Служащие компании ему ответили, что пресс-службы комментируют только письменные запросы. В ответ на письменный запрос письмо пришло от автоответчика. Причем следующее содержание. Уважаемые пользователи, в связи с переходом на ЛТЕ наш контактный центр перегружен. Мы не можем ответить на ваше письмо прямо сейчас. Ожидаемое время ответа составляет 5 дней. Ну и так далее. В общем, мы не получили комментарий по поводу закрытия Йота. Вот хочу от вас получить комментарий. Можно поставить крест на попытках продавать МП3 в Рунете? Да и нет. Я думаю, что вопрос, как всегда, в бизнес-модели. Мы видим, что у Яндекса это как-то получается. Я, правда, не знаю, насколько это прибыльно для Яндекса. Я думаю, тоже нет, скорее всего. Вот то, что приложение запустили. Да, но у Яндекса просто такой финансовый ресурс, который может позволить держать убыточный сервис в общем какое-то время неопределенно. Ну, Яндекс.Музыка вообще бесплатный сервис у них? Ну, там есть какие-то, да, у них, по-моему, платные. Яндекс.Музыка бесплатный, да. А новое приложение платное. Стримить, да, там можно только. Вот, но с моей точки зрения вопрос ключевой для российского музыкального рынка, это когда будет iTunes в России нормально работать, потому что мы видим, что модель продажи музыки в интернете, она четко сопряжена с хардвером, то есть с железом, да. Вот чего удалось Стиву Джобсу сделать, совместить интересы правообладателей, хорошие железяки и плюс еще сделать интернет-сервис. То есть вот это вот все три компонента, они сошлись и получился iTunes ужасно успешный. Вот, в России это не работает, вот, и мы видим, что попытки как бы выстроить сервис на только одно из этих компонент, скажем, на интернет-части или там только на части, так сказать, просто правообладательской, они не получаются, да. Вот, видимо, нужно все, чтобы сошлось все вместе, да, и тогда это будет работать. Здесь напомню о том, что полтора года назад был закрыт музыкальный портал Omlet от МТС, тоже попытка продавать, в том числе и музыкальный контент. А буквально месяц назад закрылся Fidel.ru, сайт, который бился насмерть, я знаю это, поскольку они, будучи купленными компанией РБК, сначала пытались в рамках РБК что-то делать, не получилось, в момент кризиса РБК продала свои акции менеджменту, менеджмент бился еще несколько лет, видимо, находясь где-то там на грани безубыточности или все-таки где-то чуть ниже, работая в минус, и так закрылись. Паша, означает это, что все-таки конец попыткам продавать MP3 или все-таки iTunes всех спасет? Но iTunes спасет, я думаю, что исключительно пользователи Apple, привыкших платить. Я бы тут не совсем ориентировался на историю с iTunes, потому что, на мой взгляд, лично, что появление iTunes в России это скорее вопрос качественной работы с правообладателем, потому что вообще сегрегировать и очистить права на большое количество медийных как аудио, так и фильмов, это достаточно такая трудоемкая задача. Есть уже несколько команд, которые в России реализовывали, но не всегда хватало всех тех компонентов для того, чтобы сделать действительно качественный сервис. Это и аудитория, то есть мы видим, что все истории, вот и Yota Music, и Omlet, и у Megafon Labs тоже есть проект, это все истории, когда у вас есть некая большая абонентская база, да, но они не привыкли потреблять, хотя они привыкли вам платить, но они привыкли потреблять от вас такой сервис. Да, вы можете собрать с правообладателя весь контент, но вот связать это в некий единый продукт, который будет потреблять уже, казалось бы, ваш потребитель, это сложная задача. У Яндекса это явно получается лучше, они имеют и действительно большую аудиторию, и та аудитория, которая по другим каким-то продуктам, правда бизнес-продуктам, она им уже платит, она привыкла пользоваться ядных с деньгами, то есть для них это привычное средство оплаты, вот у них появилась как раз платные функции в приложениях. Что касается закрытия именно Yota Music, у меня есть гипотезы, она немного другая, она скорее бизнес-гипотеза, раз появился такой сервис Megalabs, то, я не знаю, вот уже анонсировано, но слухи ходят о том, что Ascartel теперь будет принадлежать Мегафону. Вот, это, ну как бы, когда у тебя есть два сервиса на таком конкурентном поле, достаточно ресурсоемким, возможно, это было связано исключительно с бизнес, было бизнес-решение такое. Возможно. Вот, а биться будут продолжать, я знаю еще сейчас как минимум два проекта, которые запускаются в России, которые как раз будут представлять по похожим моделям, как доступ к аудио, так и видеопродукции. То есть безумству храбрых поем мы песню? Да, 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 ну то есть это действительно очень интересный, очень вкусный кусок на рынке, вот, поэтому за него действительно будет еще очень много биться. А давайте пофантазируем, раз у нас есть такая оказия, как же все-таки сделать так, чтобы музыку пользователи покупали. Я думаю, что нужно делать не какие-то глобальные сервисы, ориентированные на продажу, скажем, хитов, да, потому что хиты есть всегда в бесплатном доступе, и человек не будет за них платить. Я не верю, что кто-то будет платить за последний альбом Земфира или еще кого-то, да, потому что его действительно проще скачать, он в любой момент доступен бесплатно. Вот, люди будут платить, я абсолютно уверен, за более редкий контент. Скажем, есть нишевые группы любителей, не знаю, рока 70-х годов или классической музыки, там, 16-го века. И этих записей я вот просто, ну, по своему опыту сужу, их реально нету. Да, вот ты можешь перерыть там кучу торрентов, ты можешь перерыть кучу всяких сайтов бесплатных, реально найти интересный контент сложно. И в конце концов ты приходишь к тому, что ты находишь какой-то нишевой сайт, который действительно посвящен определенной вот нише, которая тебя интересует, в которой есть платный контент, а ты с удовольствием платишь за это. Вот я лично делаю, есть прекрасный сайт, классиковый архив, я с удовольствием за ним плачу. Вот. И это нормально, да? Они там выкладывают в MP3 это все? Да, MP3, причем хорошего качества, причем даже лузлос, часто не MP3, а флаг. Вот, то есть, ну, это действительно, скажем, опять же, вот вопрос, почему только MP3? Это для настоящих любителей музыки, на самом деле, MP3 это не самый лучший формат, как известно, да? Вот есть флаг, есть прочие лузлос форматы, да? И это совершенно как бы, ну, все по-другому. Это для таких хардкорных любителей музыки. Ну, как сказать, да. Вот. Но тем не менее, эти хардкорные любители музыки готовы платить. Здесь такая штука, вот я просто слушаю вас, уже включаясь режим консалтинга, который я практически веду и понимаю, что проблема в том, что да, это возможно, но ключевой момент здесь, это наличие экспертизы в понимании вот этих узких сегментов, понимание того, что хочет в этом узком сегменте публика с одной стороны, и с другой стороны, наличие платформы, которая могла бы это реализовать. И, видимо, здесь правда в том тогда, что была некая универсальная платформа, которую можно было брать в аренду, грубо говоря, тем, кто имеет экспертизу. Я ясно выразился? Например, да, это понятно, да. Ну вот, а платформа это что-то типа iTunes'а или сделать что-то для андроида, да. Вот, кстати, Google вполне тоже может что-нибудь такое замутить для андроида и наверняка сделает, я абсолютно уверен. То есть такая бизнес-идея получается сделать такое, ну, white label приложение, которое позволяло бы брать его и продавать через него какие-то интересные там, скажем, вот делается приложение для любителей классики, музыки XVI века, например, да. И наполняется это приложение любителями, собственно говоря, музыки, а техническое составляющее обеспечивается, собственно, этим приложением, white label. Можете в Google пойти и принести эту идею. Ага, но мы ее уже... Наверняка они уже не придумали. Мы ее озвучили, десятки тысяч людей, слушающих нас, карандашиками уже записали. Идея, мне кажется, интересная, здравая. Паш, как тебе? Да, идея неплохая, но она, к сожалению, затрагивает очень болезненный момент, это вопрос взаимоотношений с правообладателями, даже для тех технологических платформ, которые поставляют white label. Знаешь, вот с XVI веком все хорошо. Да, вот, ну, к сожалению... Да, вот младше сложнее. XVI век, наверное, не пользуется столь массовым спросом у тех активных потребительных музыкальных продукций. Вот, поэтому... Ну, а за хиты, еще раз, я не верю, что кто-то будет платить за хиты. Не за хиты, пускай даже последние 40 лет, все равно там они попадают под действие закон об авторском праве, и нужно как-то с этим бороться, как с этим быть, платить правовладателям, да? Да, ну, вот эту проблему все пытаются решить, но, опять же, мне кажется, здесь есть еще одна проблема со стороны пользователя, она касается того, что нужно эти платежи сделать действительно простыми, удобными, то есть микротранзакции, о которых пользователи не задумываются, и желательно, чтобы он даже не задумывался о том, какая сейчас сумма у него спишется, ну, в принципе, как это сделано в iTunes. Ну, извините, фундаментальный вопрос, конечно, это жадность правообладателей. Я считаю, что правообладатели — это просто люди, которые ничего кроме вреда не приносят, никакой пользы, да, вот если есть такое чистое беспримесное зло, так это вот правообладатели, да. Потому что, знаете, я как-то общался с генеральным директором Universal Music Russia, брал у него интервью, а я вот напрямую спросил, вот придет к вам музыкант, вот сколько он получит процентов от заработка со своих дисков, записей и всего прочего. Ответ был такой, что 20%, если это Битлз, в лучшем случае 10, там, 5%, если это начинающий музыкант. Значит, 85% заберете Universal Music. Мы спросили в Твиттере Максима Спиридонов, напомню, что там ведется запровождение трансляции, какой социальный, нет, не того, я смотрю, значит, мы спросили вот, что, какие сервисы вы используете для прослушивания музыки в сети, вот что мы спросили. И ответы были следующие. В iTunes покупаю, кто-то очень добросовестный и умудряется выйти, видимо, в американский iTunes, в России он, в принципе, не работает, либо он живет вне России, вполне тоже возможно. Твиттер все-таки не только в России. Яндекс.Музыка, еще один ответ, Звук.Ру, еще один ответ, не знаю, кстати. Звуки или звуки? Звук почему-то. Звуки, есть круги такой, ну, бог с ним, значит. Опять-таки, Яндекс.Музыка, music.yandex.ru, далее tracksflow.com, проект создателей Fidel, не знаю, что такое существует. Ответ предсказуемый следующий, ВКонтакте, ну и так далее. Значит, коллеги, мы прервемся на небольшую паузу, чтобы послушать новости и вернемся в студию через минуту. Финэм-ФМ, новости. 10.30 в Москве, а сейчас новости коротко. Ратификация протокола вступления России во Всемирную торговую организацию не повлечет нарушения прав граждан на судебную защиту, гарантированных основным законом страны, постановил Конституционный суд России. Пострадавшие в ДТП на Украине трое российских паломников находятся в стабильно тяжелом состоянии. Среди пострадавших две женщины и один мужчина. Вопрос об их возможной транспортировке на родину пока остается открытым. В Гринпис считают, что разрушительное наводнение на Кубани действительно могло носить природный, а не техногенный характер. При выпадении большого количества осадков в горной местности может быть очень быстрый подъем воды в реке. Подобный катастрофически быстрый подъем воды привел к наводнению в Якутии в 2001 году. Барак Обама опережает кандидатов в президенты от Республиканской партии Миттеромни по популярности среди избирателей. В нейтральных штатах действующий президент лидирует с трехпроцентным отрывом от своего конкурента, до остальных опережает на 4%. На этом пока все. В следующем выпуске уже через 15 минут финансовые новости. Корректор по развитию объединенной компании «Рамблер Афиша» и Юрий Веровец, глава компании группы «Хэтхантер». Коллеги, вопрос у меня следующий. Переходя к очередной теме, спрошу, как считаете, нужны ли специальные сервисы для регулирования интернета? Специальные законы, пардон. Нет. В том варианте, в котором сейчас движутся законотворцы, явно нет. Потому что, скорее всего, они не только антидемократичны, они еще при этом существенно начинают попирать права как частных лиц, так и перекладывать ответственность за какие-либо действия, как частных лиц или третьих лиц, на какие-то коммерческие компании. И вся законодательная деятельность, которая ведется в последние годы, это попытка пролоббировать приложение такой ответственности на именно тех операторов сервисов, интернет-сервисов различного уровня. И вот это, на самом деле, большая угроза для этого бизнеса. Я бы сказал, это попытка найти козла отпущения. Ну, или так можно, да. Если уж совсем кратко и емко. Причем интересно, что в России и то же самое похоже происходит в более мягкой форме Евросоюзе и в США. Согласны, Юрий? Ну, да, я абсолютно согласен. Во-первых, что вообще, с моей точки зрения, действительно законодательное регулирование интернета, в общем, не нужно. Да, это политики любят делать страшилки, пугать своих избирателей, таким образом как-то зарабатывать свои себе очки. С другой стороны, есть действительно активнейшее лобби правообладателей, на которых работают тысячи высокооплачиваемых юристов, которые все это тоже, значит, лоббируют по всему миру. И с этой точки зрения Америка, конечно, здесь впереди всех, потому что этих высокооплачиваемых юристов там просто больше всего. И, с другой стороны, и куш там можно получить гораздо самый большой. Вот. С точки зрения того, что у нас происходит, ну, вот, если иметь в виду вот эти все законы о черных списках сайтах, мне кажется, это вообще какой-то полный бред, потому что вообще вся эта борьба с педофилией и детской порнографией, это напоминает такую охоту на ведьм средневековую. Их никто не видел, этих ведьм, но почему-то все думают, что они вот рядом где-то есть. Вот. Честно говоря, я вот готовясь к этой передаче, даже попытался найти в интернете детскую порнографию. Вот разными способами. Я довольно продвинутый пользователь интернета, умею пользоваться поисковиками, и мне реально не удалось найти детской порнографии. Это не... Ну, вот я не знаю, как это делать, да. Мне кажется, что поисковики и сами, в общем, и сервисы, они сами за этим следят. И вводить еще дополнительные законы, и тем более какой-то коммерческой... Или там, не коммерческой, но негосударственной организации... Негосударственную организацию наделять правами закрывать сайты, но это вообще какой-то бред, да. Это, в общем, ну... Противоречит всему здравому смыслу и законам добра и красоты просто. По поводу закона, не столько добра и красоты, а сколько того закона, который сейчас вот в Минкомсвязи предложил, законопроект о запрещенных гиперссылках. Мы его комментировали на прошлой неделе. И раз уж пришлось к слову, сейчас дам ответ, который мне предоставил редактор программы Даниил Пленин, который ему, соответственно, прислал Минкомсвязи. Просьба комментария закона. Значит, следующее было сказано, помимо прочего. Что касается перспектив правоприменения предлагаемой нормы, очевидно, что ответственность должен нести тот, кто разместил противоправную информацию. Соответственно, в материалах СМИ проверку гиперссылки, равно как и любой другой информации, содержащейся в журналистских текстах, обеспечивает редакция. В случае с пользовательским контентом ответственность лежит на пользователе. Так объяснили практику правоприменения в Минкомсвязи. Однако в самом законе о том, что ответственность лежит на пользователе, нет ничего. И по идее ответственность лежит на сайте. На сайте социальной сети, скажем. Хорошо, мы ушли несколько в сторону. Далее в программе про провал одиозного антипиратского закона в Евросоюзе. Если вдуматься, то, что предлагалось, весьма значительное попрание свобод, верно? Да. Значит, в общем, молодцы европейцы, получается. Кстати говоря, я читал о том, что депутатам, не помню уж кем, были подарены цветы тем, кто голосовал против этой акта, некими активистами движения против. Вообще, какова перспектива этого закона, аналогичного закона в США, СОПа? Я знаю, Юрий, что вам очень, вы не любите это. Я не люблю это, но смотрите, это просто, мне кажется, зашкаливает все рамки маразма. Представьте себе, что вот вы в аэропорту, вас и так шмонают там со страшной силой, вы можете на полчаса, на час застрять с проверкой чемоданов. А тут еще таможенник будет залезать во все ваши гаджеты. Я вот, например, вожу одновременно два ноутбука, три телефона, и что, каждый у меня будет проверять все файлы на предметах правообладания? Это парализует работу аэропортов для начала. Нет, серьезно, да, то есть, а если этот закон как бы не будет применяться, зачем тогда его принимать, да? Ну, то есть, это все смешно, тем более, что понятно, что ты везешь на своем ноутбуке какие-то файлы, да, ну, хорошо, ты перестанешь их возить, ты будешь их посылать там, не знаю, через интернет. Ну, это закон, который все равно не будет работать. Зачем его тогда принимать и позориться на весь мир? Ну, сам подход, когда на самом деле, ну, то есть, представьте себе, я также езжу в командировке, у меня на том же самом ноутбуке достаточно большое количество конфиденциальной информации. А каким образом я предоставлю доступ к этой информации третьим лицам, которые, ну, то есть, по всем моим, например, обязательно не должны к ней получить доступ. То есть, это действительно ущемляет и права человека, и права бизнеса. Это специальные службы, по идее, ты обязан предоставлять? Как вот ты обязан? Нет, не обязан, ничего я не обязан предоставлять. Просто решение суда пусть покажут. Я не помню точно там, опять-таки, право применения, но в каких-то случаях возможно там. Возможно же личный обыск в случае, если вы подозреваете терроризмы? Возможно, но опять же здесь нужно обоснование. То есть, просто так вот обыскать вас никто не может. То есть, нужен все-таки обоснованный ордер на обыск. И это просто так никто не сделает. Скажу, что некоторые положения, прописанные в акта, не прошедшие в Европе, уже действуют в США. И, в частности, еще в 2008 году, по информации Guardian, американский суд разрешил таможенникам досматривать содержимое ноутбука. Это, Юрий, для вас, кстати, говорили сейчас за эфиром, потому что собираетесь в Америку. Содержимое ноутбука и нового электронного устройства при въезде в США. Вот такие дела. Ну, также, важно сказать о том, что общественное обсуждение акта вызвало волну протестов. 11 февраля 2012 года, недавно, сразу в 200 городах Европы на улицы вышли тысячи протестующих. Тысячи. И, действительно, там это вызвало очень активный ажиотаж. Я вот наблюдал там, как будучи в Германии, в частности, так и находясь в России, но просматривая какие-то видеоканалы, скажем, там даже юмористический видеоканал на Ютьюбе популярный, он и тот, чуть ли не половину контента посвятил именно теме акта и всяческому ее ошельмованию. На свой какой-то вариант они всячески глумились на этой истории. Вот. Ну, а какая перспектива всего этого? Давайте попробуем понять. Ну, перспективы пока неоднозначны, потому что, с одной стороны, за акта стоят лобби таких сильнейших, кстати говоря, не только правообладателей там Universal, там Warner и так далее, но и фармацевтические компании. Они-то что? Я, к сожалению, не тально не знаю, но то, что фигурируют и NoArts, и Snaf, и Aventis, и Pfizer, вот эти известные мировые бренды медицинские, это говорит, что, ну, то есть, видимо, в какой-то части и относительно их прав, они считают, происходит ущемление. Ну, по той теме, которая нам ближе, ну, мне лично ближе, эта история с правообладателями как раз на кинопродукцию, аудиопродукцию, это все-таки то самое жесткое лобби действительно очень жадных правообладателей, потому что не готовы, поскольку они не готовы перестраиваться в новую модель дистрибуции, а по сути все правообладатели деньги получали для авторов, да, забирая максимальную комиссию себе, обеспечивая исключительно дистрибуцию, вот, и, ну, как бы, сохранение вот этой вот цепочки получения денег авторами. И они, не будучи готовыми перестраиваться, не будучи готовыми отказываться от таких доходов, действительно, сейчас активно усиливают лобби по принятию таких законов. Вопрос, насколько, а, хватит у них денег, ну, по всей видимости, хватит, и, б, насколько быстро будут появляться игроки, которые, по сути, подменяют под собой правообладателей вот в той старой модели, выступая просто очень эффективными дистрибуторами. И тогда уже автор будет понимать, что, да, действительно, им, наверное, выгоднее работать именно вот с этим каким-нибудь цифровым, то есть новым поколением дистрибутора, который будет защищать, с одной стороны, и его права, и, с другой стороны, получать им гораздо больше денег. В Твиттере Максим Спиридонов, напомню, там ведется сопровождение трансляции, мы спросили следующее. Какими мерами следует бороться с распространением контрафактной продукции? Вот что нам ответили пользователи. Делать адекватные цены и внедрять дисконтные программы. Но в обществе адекватность цен, мне кажется, это главный флаг такого конструктивного подхода с обратной стороны от правообладателей. То, что как раз правообладатели делать не очень хотят, снижать цены. Снова ответ. Снижением цен, повышением зарплат, производства своей конкурент, конкретно способный, видимо, аудиопродукция не очень поняла, что имеют в виду пользователи до конца. Значит, надо воспитывать сознательность молодежи. Вот такой вот вариант есть. Обращаться от имени авторов-исполнителей. Кстати, это разумно. Проводить социальные кампании. Это, кстати, вот отдельная тема вообще по поводу того, что у нас в принципе не очень готовы покупать. И даже за адекватные цены большинство молодежи, во всяком случае, главных пользователей музыкой и цифровым контентом разного рода, они очень хотят. Если есть альтернатива, они пойдут на торренты, скачают. Ну, тут вообще вопрос такой философский и глобальной справедливости. Вот почему, например, музыкант претендует на то, что он написал песню и будет получать с нее дивиденды в течение всей жизни, еще его наследники будут получать. Почему, например, актер, играющий в театре, вот он пока служит при театре, да, он получает деньги. Ушел из театра, все перестал получать. Почему архитектор дом построил, и дом будет стоять тысячу лет? Архитектор же не будет получать процент от арендаторов этого дома, да? Почему музыканты претендуют на то, чтобы как бы сделать что-то и в течение всей жизни получать с этого дивиденда? Мне кажется, здесь есть некая несправедливость. В конце концов, музыканты всегда могут заработать на концертах. И это вообще вот идея про то, что есть некие объекты, которые ты создал, и это твой банковский вклад, с которого ты будешь получать всю жизнь процент. Вот это, мне кажется, вообще она не очень справедлива в принципе. Но эта идея слишком хороша, чтобы от нее так быстро отказываться. Да, но почему, согласитесь, что почему вот офисный клерк работает, вот пока он работает, ему платят. Перестал работать, перестал платить. Даже те же вот люди творческих профессий, говорю, архитекторы, чем они хуже музыкантов? Ну да, кстати, вот можно пересмотреть, отмотав лет на сто, даже, ну, двести, окей. Да, не было же такого. Не было такого, да, музыканты. Пах, извините, зарабатывал, послужил органистом в церкви. Моцарт был придворным композитором. Чайковская ему помогала, баронесса фон Мэг. Все как-то находили способы устроиться. Все как-то крутились. Не было такого, что вот Моцарт написал свою симфонию, да, и с этого всю жизнь потом получал проценты. Не было такого. И умер в нищете, похороненный, неизвестный человек. Умер в нищете по другой причине, но неважно. Но тем не менее. То есть я считаю, что, в принципе, как бы эта идея, она не очевидно справедливая. Вот в целом. Я думаю, что сейчас прямо гневно насмотрят на радиоприемники музыканты, которые получают уже свои какие-то отчисления. Хотя таких, конечно, немного. Большинство работает... Как раз наоборот. Правообладатели очень часто не дают возможности новым музыкантам пробиться вперед, да. Потому что если у тебя нет контракта с мейджором, да, то тебя и никто и не заметит, да. Вот в том-то и дело, что они как бы... Монополизм правообладателей вынуждает музыкантов, если они хотят двигаться вперед, вынуждает идти на кабальные условия. И, соответственно, приводит к тому, что, скажем, люди не имеют права исполнять своих собственных песен, которые они сами же написали. Да, вот там, Пол Маккартни не может некоторые песни свои спеть, которые сам же и написал. Но это бред же. Согласен. Мы будем продолжать через минуту разговором о том, что Google закрывает пять своих сервисов. ...аэропортов Астафьева-Домодедова-Внукова, связка в районе Троицка, а также связка с центральной кольцевой автодорогой. Участок ЦКАД на новой столичной территории должны построить в 2018 году, но его сооружение попытаются ускорить, сказал заммэра. Столичные власти изучают возможность сооружения выделенной полосы по Калужскому шоссе. По ней можно было бы перевозить до 15 тысяч пассажиров в час, хотя все будет зависеть от экономики проекта, сообщил Хуснулин. На этом пока все. Через 15 минут основные темы дня. Более подробно о событиях в стране и мире расскажет Вениамин Белозеров, Наталья Шатова, Служба информации. Финэм-ФМ, 99,6 в Москве. Рунет сегодня. И снова здравствуйте, друзья. Это последний блог передачи Рунет сегодня от 9 июля 2012 года. Напомню, что слушайте нас вы на 99,6, если слушаете по радио, либо онлайн на финэм.фм. В гости студии Юрий Веровец, глава группы компаний Headhunter, и Павел Рогожин, директор по развитию объединенной компании Rambler. Афиша. Значит, Юрий, вы, кстати, часто используете инструментарий Google? Да, практически каждый день. А почту, календарь, документы, да? Очевидно. Ну, в основном почту, плюс поиск, конечно, ну, иногда документы. Да, ну, в общем, пользуюсь. Вот из того, что планируется там закрытие, ничего вас не лишает? Нет, я ничем, ничем не... iGoogle я пользовался, пользуюсь, да. То есть, в общем, Google вас обделяет возможностью... Ну, придется как-то там ковыряться, как все это передастроить. Павел, а ты как? Ну, я пользуюсь, скорее, по той причине, что у нас есть какие-то продукты похожие, поэтому Google я не пользуюсь, наверное, с той точки зрения, что я вот постоянно сижу там на почте гугловой и так далее. Вот. Что касается этих продуктов, вот этих пяти продуктов... Ну, сейчас, давайте поговорим сначала просто о своем постоянном использовании. Ты не используешь постоянно гугловские продукты, это у тебя не есть, да? Нет, нет, нет. Нет, и я пользуюсь как раз теми продуктами, которые делаем мы. Ну, это более, на мой взгляд, кажется... Это патриотично. Да, патриотично. Хорошо, значит, будем разговаривать в дальнейшем сейчас о том, как Google беспощадно расправляется с неудавшимися, с его точки зрения, проектами. Рунет сегодня. Компания Google закроет пять своих сервисов. Об этом сообщается в корпоративном блоге интернет-гиганта. Речь идет о проекте iGoogle, который позволяет настраивать головную страницу поисковика, видеосервисе Google Video, поисковом инструменте Google Mini, виджеты Google TalkChatBug и о приложении Google Symbian Search. Сворачивание этих проектов происходит в рамках стратегии, которая заключается в отказе от непопулярных и непрофильных сервисов компании. Ну, ваше мнение, это оправданный шаг? Вот не стоит ли все-таки оставить хотя бы некоторые из них, в частности, вот iGoogle, которым Юрий пользуется? Не потому, что им пользуется Юрий, но он не единственный, несомненно. И думаю, что порой там могут быть сотни тысяч человек в рамках какого-то проекта, в частности, iGoogle могу допустить даже и миллионы. Ну, с моей точки зрения, это, в общем, свидетельствует о хорошем менеджменте в Google. То есть, я думаю, что акции после этого должны вырасти, потому что я знаю, что для любой компании, интернет-компании, всегда очень тяжело закрывать продукты, потому что это люди, это ресурсы потраченные, и думали, что, ну, надо бы еще там что-нибудь подкрутить, может, он станет лучше. Это всегда такое тяжелое и мужественное решение раз и навсегда закрыть. С другой стороны, в любой компании всегда есть неудачные проекты, так не бывает, чтобы все было удачно. И вот эта вот способность резать по-живому и отсекать действительно те проекты, которые, ну, очевидно, сейчас неудачны и вряд ли будут удачны в будущем, это свидетельство того, что в Google хороший менеджмент, и я всячески это поддерживаю. То есть, говорит о высоком тунусе компании. Да. Бей своих, чтобы чужие боялись. Да, да, да. Павел, ты? Да, я абсолютно с этим соглашусь. При этом, по собственному опыту, я знаю, как тяжело закрывать те проекты, которые, тем более, ты участвовал сам непосредственно в запуске. То есть, у нас... А у вас обоих были такие, да, прецеденты? Я помню, что вы закрывали социальную сеть. Мы много чего закрывали. Да, это всегда, в общем, ну, тяжелое решение. Да, Павел. Ну, то есть, мы тоже в тонусе, да? Что касается, ну, просто у нас был похожий пример с iGoogle, то есть, у нас был проект MyRambler, абсолютно аналогия iGoogle. Стартовая страница. Да, построена на технологии NotWipes. Мы проэкспериментировали с ним пример. Ну, то есть, мы рассматривали все-таки не как мейнстрим для нас, а как некий эксперимент. И у нас он просто существовал где-то года полтора. Мы получили те данные, которые там хотели увидеть, да, то есть, те метрики замерили, понял, что, ну, наверное, нет, это не тот проект. То есть, определили степень интереса, да? Да, да, именно наши аудитории, именно наши пользователи. Вот, и понял, что нет, это вот не тот продукт, которым они хотят пользоваться. Ну, соответственно, приняли тоже решение о закрытии. Вот, оно абсолютно аналогичному проекту. Я напомню список тех проектов, которые уже были закрыты Google-ом. Среди них были довольно одиозные, с высокой ставкой на них. Например, Google Buzz. Помните, да, как это громко обсуждалось и какие большие надежды по всей днести на него возлагались. Он был закрыт в 2011 году, в ноябре. Присучал всего год примерно. Яйку, такой сервис микроблогов, аналог Твиттера, который был сначала куплен, а потом закрыт. Сайд Вики, это расширение для браузера, также было закрыто не так давно. Google Wave, да, помните? Ну, Вейв знаменитый был, правильно? Знаменитый, тот самый знаменитый Вейв. Хотя, с моей точки зрения, он просто обогнал свое время. То есть, еще пройдет какое-то время, и будет востребован идея Google Wave. И он поднимется? Ну, в какой-то степени, не под тем именем. Из праха, собственно. Честно говоря, мне больше всего жалко Symbian Search, потому что я очень люблю компанию Nokia, а то, что Google закрывает Symbian Search, означает, что Nokia совсем плохо. То есть, они, конечно... То есть, Symbian... Я люблю платформу Symbian, и... А за что вы его любите? Ну, потому что... Ну, исторически. Это мое, как сказать, личное предпочтение. Я много лет был фанатом Nokia и фанатом Symbian, да, и потом с горечью от них отказался. И то, что сейчас Google закрывает Symbian Search, ну, в общем, такой совсем гвоздь в крышку гроба Nokia. То есть, понятно, что они сейчас будут на Windows переходить, но это уже другая история. Ну, вот я продолжу список закрытых проектов. Не буду все перечитать их множество. Google Desktop, помните, такой был поиск по компьютеру? Также закрыт. Google Fast Flip, Picnic, это такой фоторедактор онлайновый. Google Notebook, помните такой, да? Такой сервис заметок. А я пользовался им даже. Они его припечатали. JIRS, это такое приложение, которое позволяло работать в оффлайне с Google Почтой, в частности, и Google Календарем, если не ошибаюсь, тоже ведь закрыли. Ну, в общем, у них тонус очень высокий, потому что список длинный. Да, но у закрытых проектов. При этом достаточно большое количество других, очень хороших аудиторных проектов. При этом же еще как происходит, когда ты делаешь один проект, рядом появляется какая-то идея, вот, ну, например, тот же Wave, да, ты понимаешь, что, да, вот сам по себе вот эта идея, наверное, клевая, но она сама как отдельный продукт не выстреливает. И, по всей видимости, нужно как-то изменить твой базовый продукт для того, чтобы эти функции появились там. И уже за счет того, что у тебя есть какие-то технологические наработки и замеры пользовательского интереса, как они взаимодействуют с продуктом, это очень хорошо позволяет тебе улучшить твой основной продукт, который является для тебя таким якором для твоей аудитории. Поэтому закрытие вот таких вот сервисов, ну, вполне себе хорошая история, потому что на нее можно смотреть исключительно как на R&D. Расшифруй для наших слушателей это слово. Research and development, исследование, разработка. Окей. То есть это поиск оптимальной модели работы компании в настоящем и будущем. Да. Ну, вы знаете, да, вот я помню, как один из руководителей большой компании мне рассказывал про то, что большая корпорация – это как вот такая мёба, которая вот, она никогда не находится в покое, она всегда выпускает щупальцы такие вот и пробует вот здесь, может быть, кусочек отхватить, здесь кусочек отхватить. Если щупальца не отхватывают кусочек, одно сразу сворачивается назад, вырастает другое щупальце, в другую сторону. То есть вот мне кажется, это такая очень хорошая метафора корпорации, особенно интернет-компания, вот такая мёба, которая всё время пытается в разные стороны везде двигаться. И вот вопрос, насколько эти щупальцы, ты вот полез, не нашёл еды, быстро убрал, да, потому что иначе не хватит ресурсов, на что это там, где действительно есть еда. И это так вот и происходит, это нормально, это залог выживаемости компании. В Твиттере Максим Спиридонов, в моём личном Твиттере, который мы используем в служебных задачах в рабочее время программы, мы спросили, какие ещё проекты Google, на ваш взгляд, потеряли свою актуальность и могут быть закрыты в ближайшие годы. Ответы такие. Боюсь, что блогер.ком будет создан G+, то есть Google+. Тут же рядом ответ Google+. Это, кстати, недозначная история, можно будет сейчас обсудить коротко по нему. Надеюсь, что Android и тогда Apple победит, но это, видимо, какой-то отчаянный фанат Apple. Да, совершенно без привязки к реальности, потому что Android сейчас цветёт и пахнет. Поиск со смайликами, ответ такой. Кстати говоря, по поводу поиска Google, как вы это думаете? Сейчас он стоит настолько прочно, но это вообще, это главное. Это то, что было главное, остаётся главным у Google. А не может такого случиться, что значимость поиска упадёт? В связи с тем, что сегодня всё больше поисковых запросов становится человеческими, то есть задаются прямо в Facebook или ВКонтакте друзьям, в связи с тем, что сам Facebook сейчас что-то там конструирует. Именно поэтому я думаю, что Google+, как раз и не закроет никогда, потому что это билет в будущее для Google. Они понимают прекрасно, что поиск слишком ненадёжная основа для того, чтобы двигаться в будущее. И поэтому успех Google+, это вообще ключевой фактор для выживаемости Google. И я думаю, что, конечно, в привязке к Android они сейчас будут его очень сильно тянуть. Да-да-да, я думаю... Да, то есть по-хорошему надо, конечно, на Android перекрыть Facebook, оставить только Google+. Ну, конечно, этого они не сделают, но тем не менее так условно. То есть продвигать с помощью Android максимально Google+, всю эту социализацию, и тогда будет всё у них хорошо. Я бы сказал, что билет в будущее, он из двух составляющих. Это Android и Google+. Да, Android плюс Google+. Именно это связка. Павел, там связка немного шире на самом деле. То есть это некий набор базовых таких курс-сервисов. Ну да, это целая экосистема. Это туда и почта Gmail, и Google Docs, как сервис хранения файлов и документов, это и календарь и так далее. Но Google Docs, видите, Google Docs не удалось всё-таки потеснить Microsoft. Вот как они не пытались. И сейчас в восьмёрке будет новый Office 360, да, вышел, да, и новая восьмёрка. То есть как бы всё-таки работа с документами — это Microsoft, по большому счёту. Да, и Google не удалось переломить этого. Вот так скажем, всё ещё, потому что мы помним истории довольно неожиданных восхождений и, как следствие, падений. Ну, Microsoft, видите, для него это основной сервис. Он будет биться до конца и бьётся, в общем, видно. Да, я думаю, что он не уступит здесь. Здесь, наверное, действительно надо смотреть на историю секс-системы, поскольку оценивать конкурентоспособность одного гиганта против другого нужно, скорее, по совокупности тех продуктовых направлений, тех рынков, на которые они работают, а не только по одному продукту, который является на какой-то там краткосрочную, среднесрочную перспективу для них главным драйвером развития. Вот потому что если вопрос звучит, а закроет ли какой-нибудь Google поиск или, скажем так, понизить его в приоритете, ну, ответ, наверное, да. Вопрос временной перспективы. Если мы говорим там не о 5-7 или это гораздо больше, то такой сценарий вполне себе возможен. И сосредоточиться на производстве машин. Ну, да. Неожиданно. Ну, вообще, действительно, сейчас, закрывая эту дискуссию, снова обращу внимание наших слушателей, что в рамках больших корпораций речь идёт не о войне продуктов, а о войне экосистем. Кто максимально полно, компактно, удобно закроет максимальное количество нужд пользователя? Apple, Facebook, Google, ну, вот, пожалуй... Microsoft. Microsoft. Да, Microsoft, да-да-да. Вот это вот. Эти компании, собственно, будут биться за нас с вами отчаянно и бескомпромиссно в ближайшие 5-10 лет определённо, да? Коллеги, пора заканчивать. Нам спасибо большое за ваше время и комментарии к новостям. Напомню, что в студии этой передачи были Юрий Веровец, глава группы компании HeadHunter и Павел Рогожин, директор по развитию объединённой компании Rambler Афиша. Также напомню о том, что это была передача «Рунет сегодня» от 9 июля 2012 года. Слушайте нас каждый понедельник, мы выходим обычно в прямом эфире, на «Волнах» 99.6 в Москве, либо на финам.фм. Также напомню о том, что нас можете послушать в подкасте. Это удобно и даёт вам возможность не пропускать ни одной передачи. Для этого подписывайтесь на подкаст «Рунет сегодня» в iTunes, либо там же на сайте финам.фм. Это, пожалуй, всё. Спасибо большое. Всего доброго. Пока.